Продолжим тему вируса SARS-CoV-2 с нашей гостьей на прямой связи со студией CBC, педиатр Назиля Гусейнова. Назиль Хам, добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте. Назиль Хам, скажите, в связи с распространением нового штамма Дельта, он уже не такой новый, но тем не менее он сейчас вытесняет все остальные штаммы, есть информация о том, что дети сейчас начали болеть гораздо более тяжело, чем в начале пандемии, когда это был уханьский штамм, тогда все говорили о том, что дети болеют, переносят очень легко, а вот сейчас уже есть даже в соседней с нами Грузии и случай госпитализации, и реанимации детей. Вот как обстановка обстоит у нас сейчас? В Азербайджане на данный момент нет такой информации, что дети с Дельтой этим штаммом поступают или госпитализируются, поступают в специализированные учреждения для борьбы с коронавирусом, потому что в основном дети, они являются переносчиком данного заболевания, даже они бессимптомно переносят, как и другие штаммы, так и Дельтой штамм. Но Дельтой штаммом могут госпитализироваться и болеть дети с иммуносупрессивным состоянием. То есть это дети с лейкозом, с трансплантацией в основном почек, печени. Поэтому в Азербайджане, в Баку, именно если мы живем в Баку, на данный момент не выявлено случаи детей Дельтой штамм коронавируса. Как уберечь именно детей от заболевания, заражения этим вирусом? Ведь понятно, что, например, совсем маленькие дети, для них ношение медицинских масок – это вопрос проблемный и сложный. Все-таки там вопрос осознанности, он несколько иной, все-таки это дети. Вот как сделать так, чтобы меньше подвергать риску именно детей? Во-первых, родители, они должны больше выводить детей на свежий воздух, больше гулять на свежем воздухе. Понятно, что сейчас молы открыты, многие кафе открыты, рестораны открыты. И люди, так как у нас очень жаркий климат, стараются прятаться в таких местах. А там больше скопленность населения, больше скопленность людей. Поэтому родителям надо, не обязательно детям носить маски, надо, во-первых, уберечь детей от нахождения в таких залюденных местах. Это самое главное для родителей. И больше находиться на свежем воздухе, больше как бы быть на море. Чем меньше будет скопленность людей, тем меньше будет риск заражения детей. Вот к вопросу о море, кстати говоря. Какие часы наиболее полезны для нахождения под лучами солнца, для получения витамина Д? Во-первых, это период получения витамина Д. Это от 8 утра до 11-12 дня. И меньше второй период, это период, то что меньше влияние солнечных лучей на организм ребенка. Это после 5 часов вечера. Большое спасибо, Назили Ханум, за Ваш комментарий. Я Вас благодарю. До свидания. До свидания. Спасибо. Я напомню, на прямой связи со студией CBC была педиатр Назилия Гусейнова. Субтитры создавал DimaTorzok